всем привет ты смотришь канал заводила и ты по-любому знаешь почему я в маске вот этой вот потому что в двадцать первом веке пошло что-то не так ну мир его планета сошла с ума людей сейчас можно поделить на три типа первые это паника спички свечки речка вот все это не такие кипишные глаза вот такие туалетная бумага это в первую очередь чем ты собрался срать на ее покупаешь дезинфицирующие средства спирта нет перекиси нет масок нет них нет все нет все снили поразрезали матрасы с бабками давай все все нагреть макароны больше реально сейчас за неделю подъедаются так что реально квартиру вырезать придется вторые вторые это бизнесмены которые сейчас начинают применять на практике мотивационные вебинары сейчас реально начинают что делать правильно коломпуться дезинфекторы и шить маски и там побыстрее втюхать да подороже у меня сейчас каждый второй кому не позвонит тот маски занимается тот дезинфекторами тот перевозками начал заниматься тот в такси пошел тут на блаблакаре зарегистрироваться это второй тип а знаете еще что их объединяют первый и второй тип они и те и те в интернете все сидят и понищат те там комментируют те там еще чего-то и вот они реально там знают что делать вот каждый там что-то советует суетиться там рассказывают ругаются сруться доказывает бросать картинки звонки видеоролики это мне мама прислала из италии это бабушка из канады это та из германии и начинаю там тут вот эту всю панику вкидывать сюда и люди тут просто сидят на диванах они думают слушай можно его нахуй уже заказать себе сразу гроб и сегодня я тебе хочу показать людей которые не паникуют они делают то что нужно делать сейчас профессия медработника в данный момент она реально очень ценна в мире настал вот такой вот хаос и такой вот пиздец и они первые кто встречает вот этот вот пиздец пару дней назад я увидел в интернете в инстаграмм такой ролик директор сто записал что у ребят есть большое сто они причем не одну они сказали что мы будем ремонтировать мед транспорт абсолютно бесплатно они сказали хотите приезжайте вот как раз у нас есть одна машинка посмотрите как это все происходит вот я хотел тебя спросить по поводу того у кого возникла такая идея и почему именно сейчас мы обладаем абсолютно весь транспорт на котором перемещаются медработники то есть любой личный то есть неважно из какой области позвони тебе из Киева если 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 там срочно нужно будет вот например к нам там будут знать автомобиль какой-то который помогает значит на опор то есть там это мерседес специально зарантирован то есть то есть гренады скорой помощи и там никто может разобраться здесь на этот опор на опорах в Киеве такие возможности есть мы там сотрудничаем с нами за суперменщиками которые занимаются ремонтом привести его в состояние чтобы он работал окей еще раз скажи такое тут позвонил позвонил допустим между скорой помощи и вот примерно здесь что здесь делали здесь конкретно мы делаем стандартное техническое основание меня масло фильтр масляные то есть меняем машину сейчас на летнем будем переобувать на лето чтобы машина расплатилась делаем диагностику ходовой части все ни копейки ты не берешь ты не масками не таблетками ничем вообще не будет приехал ты вот поменял человек сел уехал довольный все это конечно же возможно нереально то есть услышать ну да мы сейчас типа думаем сюда сейчас типа там а да не по-любому сейчас там денег насыпет или на приват скинут или там где-то там какую-то койку получше закажут да типа думают а пацаны себе наперед думают сейчас приболеет как раньше говорили когда человек раньше чихал то ему говорили будь здорова сейчас на самом деле наши люди вообще не верят в то что вот действительно есть люди которые вызвались помочь абсолютно бесплатно меня тоже наше общество просто я считаю короче я только хочу сказать спасибо таким вот людям которые не кипишат которые спокойно с холодной головой подходят к этому вот они в данной ситуации не понимают что это и есть проблема но они не раскипишались они понимают что у всех плохо но они даже в этом плохо они помогают другим людям и делают это абсолютно бесплатно и я знаю людей которые делали солдатам за свой личный счет покупали транспорт бронировали отправляли его ребятам у которых не было вообще ни хера просто никогда они им отдала отдавали можно сказать последнее да не и семьи свои кормили да они работали но тем не менее они им помогали и за вот это я хочу сказать вот таким людям большое спасибо и чем больше таких людей будет тем будет спокойнее и тем проще мы поборем какую-то проблему не надо говорить что нам там что-то заплатили что мы хотим что-то там попиариться или еще что-то ребят каждый из нас что-то умеет делать просто напиши что умеешь делать и умеешь вязать напиши умеешь шить маски напиши может быть твои маски кому-то пригодятся а если ты даже не из водите у тебя есть автомобиль может быть ты какого-то медсотрудника может подвести в город какой-то или в больницу или забрать это реально тоже помощь пишите в комментах то что умеет делать кто может чем-то помочь это не мне надо это вот для того чтобы у нас было максимально больше информации чтобы она откладывалась где-то что а вот у нас есть саша у него там он умеет это это делать у нас есть коля он умеет это это делать каждый из нас чем-то друг другу сможет помочь вот такое вот видео получилось и я же говорю еще раз хочу сказать спасибо вот таким ребятам таким людям которые в этой ситуации не теряются и делают делают то что должны делать всех вам благ и зеленых бумаг